Приветствую вас. По вашему описанию я могу сделать вывод, что у вас очень сильно действует запрет на успех. Очень сильно действует запрет на успех, очень сильно вы запрещаете себе успех, запрещаете себе удачу. Вот, и в общем-то я бы знал это именно вот одним из таких вот психологических драйверов, как то, сейчас я наверное не вспомню, но вот есть работать тяжело. То есть вы можете сами поискать психологический драйвер, я сейчас просто не вспомню их, но суть в том, что именно психологический драйвер определяет эту базовую установку, что я не должен добиться успеха, что там за одним достижением будет следующее достижение, что я не должен высовываться, что мужчина должен терпеть, ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, и у вас вот действует такой психологический драйвер, а то, что описывать это просто психосоматическая боли. В общем, я уверен, что вот это происходит только на тех, ну вот по отношению к тем событиям, по отношению к тем действиям, которые имеют для вас эмоциональное значение. К тем действиям, которые эмоциональное значение для вас не имеют, ну я уверен, что ничего не происходит. То есть ключик именно в эмоции. То есть если для вас что-то очень важное, то и вы стараетесь этого достичь, то вот как раз история, она связана вот с этим. Чем больше, чем сильнее я с чего-то хочу, тем больше у меня страх это не получить, страх неудача. Вот, и здесь, конечно, мы говорим о сверхмотивации тоже, то есть мы говорим о том, что вы сверхмотивированы на получение всего того, о чем идет речь, и не допускаете факта, что у вас не получится. Сверхмотивация представляет из себя сосредоточение различных мотивов из разных сфер человеческой жизни в одном деле. То есть, к примеру, почему одни людям так легко воспринимать неудачи на работе? Тогда как другим людям достаточно сложно воспринимать то, что происходит у них на работе. Потому что кто-то неудачу воспринимает на всего себя. То есть, если у меня что-то не получилось, значит, я плохой человек, значит, я неудачник и прочее. И, соответственно, любое дело для такого человека с таким подходом становится своего рода игрой, где он должен обязательно выиграть. А выигрыш, как известно, это очень редкая штука, зависящая от форс-мажора. И, соответственно, чем важнее для человека какое-то действие, какое-то событие, тем сложнее и тяжелее дается ему его выполнение этого самого дела. И вот, собственно, ваша ситуация просто доведенная, скажем так, до абсурда и все. Поэтому мне видится работа с психологическим драйвером, со снижением сверхмотивации и, в общем-то, возможно, еще с какими-то проблемами, которые, вероятно, у вас есть. Просто в столь маленьком тексте, я считаю, ваше самое первое сообщение, в столь маленьком тексте вы это не раскрываете. Вот, я думаю, так. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что помог. Если вам понравился мой ответ, то, соответственно, вы можете благодарить меня, как вам угодно будет. Вот, я желаю вам всего самого доброго и удачи.